Команда «Без разницы» Команда «Авиа» Команда «Эспэ» Команда «Девчата» И что мы вы думали? Конечно же «Засланцы» Итак, сегодня у нас проходит июньская серия игр Ну, это скорее не серия, а июньская игра клуба «КИС» И эту игру было принято решение посвятить человеку, которого уже чуть-чуть больше года нет с нами Я уверен, что практически все из вас хоть раз видели этого человека на городских мероприятиях Это журналист, который всегда был с камерой, всегда умел задавать неудобные вопросы Всегда был объективен, то есть его можно было встретить как на марше коммунистов, так и на марше унионистов Причем буквально в 5 минут разницы Это действительно был профессионал Речь об Александре Зинкевича 29 мая прошлого года Александр ушел из жизни Это, безусловно, большая потеря для города И большая потеря для нашего клуба Так как достаточно сложно было без Саши Когда он приходил, он не только снимал Когда я задавал вопросы, он подходил, свои версии выкладывал Или где-то уточнял что-то Но он вливался полностью в нашу с вами игру Именно поэтому хотелось бы сегодняшнюю игру посвятить памяти об Александре Зинкевича За информационную поддержку, за постоянную информационную поддержку мы благодарим команду, не команду, а редакцию СП И команду тоже За информационную поддержку мы благодарим портал ТВ Белс МД Это как раз тот портал, который был создан Александром Зинкевичем Раунд первый, вопрос первый Вооружившись микроскопом и сделав это Илья Мечников пришел к выводу Фагоциты уничтожают омертвевшие и ослабленные клетки стареющего организма Назовите персонажа советской литературы, который достаточно часто делал это Время Время У вас есть 10 секунд для того, чтобы сдать ответы нашим ласточкам Это Арина и Маргарита И вот И там Можешь прощаться? Итак, у нас есть много вариантов ответов Пока я не вижу Я знал правильно, но варианты есть Остап Бендер Глеб Жеглов Фагот Коробин Бевша Альбадлиф Шарикев Нет, к сожалению, ни одного правильного ответа Та-да! Отличное начало! Персонаж Мы лучшие, да? Нет, мы это не говорили Персонаж, о котором речь, это старик Хатапыч Он очень часто вырывал голос из бороды для того, чтобы исполнить какое-либо желание А вот Мечников вырывал свой седой голос для того, чтобы понять Как вымирает голос, почему он седеет И тогда он принял решение, что это из-за фотоцидов Которые уничтожают какие-то ветки в этом самом голосе Далее Тематический вопрос Какой? Тематический Жестокий завоеватель Эрнан Кортес Первым завез в Европу помидоры И одним из первых стал выращивать в новом свете сахарный тростник Так что Кортес многое сделал для нее В отличие от нее самой Современницы Кортеса Которая сделала меньше Назовите ее время Итак, время, попрошу ваши ответы Вы должны назвать ее У нас три правильных ответа Это команда без разницы Это команда засланцы И это команда... Женя, тематический вопрос Потому что ее, я так же полагаю, можно заказать в Карлсберг 2 Дайте сбегу Карабабио Она, которая сделала гораздо меньше Кортеса Это Мария Тюдор Которая просто дала название А Кортес зовет помидоры И когда-то делали водку именно из сахарного тростника Поэтому он сделал гораздо больше У нас их три правильных ответа Это ФСП Это слабо И где-то разница Дарь его, пожалуйста, Саша Ладно, я бью, а его хочу встретить А вопрос... Вопрос третий Первого раунда Татьяна Веденская пишет Я никогда не умела говорить Нет И до сих пор не умею Хотя даже хотела на психологический семинар по этой теме Подруга уговорила Закончите фразу Максимально близко по смыслу Время Я одну минуту должна пройти Нет, в смысле я звоню с Дельбом То есть она не умела И наверное Когда вот подруга ее уговорила У него прямая связь Да, смела подруга уговорила Ну то что? Да не вниз Я не умею, что подруга что-то уговорила Мы не идем все Она до сих пор не умеет Это я не смогла Итак, время Попрошу Ваши ответы Желательно правильные, конечно Это как говорится Билософия составляет И даже в смысле Один неправильный диск пока что Кто это? Судя по тому, что Барса все-таки сюда сделал его с неправильным ответом. И команда Нормаль также ответила неверно. У них ответка совершенно точная. Подруга уговорила, а я не смогла сказать «нет». И так получается кроме Нормаль, кроме Альфа. Что вы написали, девочки? Мне прям стало непопытно. Только я одна знаю, что они написали. Мы видео потом посмотрим. Согласна с вами. Итак, перед нами уже раздаточный материал – картинка. Талиней считал их кисточкой львиного хвоста. Они видны и нарозданы вам в фотографии. Назовите их двумя словами, начинающимися на одну и ту же... Чего, ну, шутка? Нет. Совершенность. Откуда вы сейчас? Скажите, какой то в 8. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 Мы подняли, как бы попросили задержать Чего подняли? Я не особо застал творчество этих бабушек Кто помнит, как их звали? Маврикина и Никитична Имена? Вероника И обдоти Никитична И очень четко видны правильные СП Волосы Вероники Старые сплетницы, плодут парень Концы, косы, косы СП 2 баллов В романе Бориса Акунина Аристономия Или аристономия Скорее всего, аристономия Хирург появляется в операционной В одежде непривычного вида Причина такого выбора Вполне рациональна Ведь врачу нужна абсолютная концентрация А все, что отвлекает периферийное зрение Этому мешает Назовите основную отличительную особенность Рабочей одежды этого хирурга Время Итак, время, попрошу ваши ответы 10 9 8 7 6 Покажите ответ Покажите ответ, забрали? 4 А варианты-то хорошие Водолазная маска Одна отличительная особенность Шоры Маска сварщика Хорошо Капюшон Нет Фиговый листок Фиговый листок, прошу прощения Фактически одно и то же Капюшон В том или ином варианте Честно, я ожидал Забыл немного, замотался Хотел посетить команде Авиа Так как в ней присутствуют медики Когда проходит операция Ничего не должно отвлекать врача От самой операции Ничего нового он на себя не цеплял Ни маску, ни наушники Но Очень сильно может отвлечь И сбить с толпу Особенно начинающих врачей Какие-то детали То есть халат у него Какого цвета чаще всего? Белого Белого И малейшая капля крови Может сбить его с толпу То есть он может посмотреть на эту каплю крови И сбиться слегка? Потому что это был СП, наверное Да, потому что в палате И не совсем СП Ни одного правильного ответа Я считаю красивый вопрос Это был красивый вопрос Красивый вопрос Да, кстати, это был инферно Вы могли бы и угадать Реклама остеопатической клиники Реклама остеопатической клиники Обещала вернуть позвоночник В исходное правильное состояние На этой рекламе Фрагменты человеческого тела Были изображены на нем Назовите его двумя словами Время У нас три правильных ответа Это команда СП Команда Альфа И команда без разницы Это кубик Рубика То есть изначально детали позвоночника Были на разных частях Кубик собирался И позвоночник становился ровным На двойной лицевой стороне Команда Альфа Один балл Команда СП Один балл И команда без разницы Один балл Ехали дальше Седьмой вопрос Иксы, как правило Приходят в негодность Из-за обуви А южноамериканский дизайнер Себастьян Е Делает обувь Из испорченных иксов Назовите икс Двумя словами Что там написано? Сношеный каблук. Можно я, Застя, зачитаю? Я не могу не зачитать старые носки. Паша, прости. У нас два правильных ответа. Это, как я уже сказал, команда Альфа и команда Инферно. Все-таки помогла подсказка, да? Я поэтому переспросил. Правильный ответ – футбольный мяч. Футбольный мяч приходит в негодность из-за Огуэта. Бьют по нему. И, соответственно, дизайнер сделал из футбольных мячей новую обувь. А ведь я смотрел на него. Это антрамбль. Команда Альфа – один балл, команда Инферно – один балл. Вопрос с картинкой. Изначально редактор хотел сделать раздатку цветной. Знаете, такое отступление от вопроса, но просто, чтобы знали. К своему 55-летию компания Лего разработала серию принтов-загадок. Назовите произведение 1966 года, иллюстрацию к которому мы вам раздали. Время. Это гораздо позже. Не, обязательно советское. Это более поликонечное. Команда Альфа – два балла. Я надеюсь, вы поможете исполнить его. Я не помню ни мелодии. Я не помню ни мелодии. Да, именно «Елл Сабмарин» было в этом прийти. Я не зря говорил о том, что изначально раздатка голосовала. Это композиция. Произведение. 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 Это композиция? Музыкальное произведение. Произведение. Я прошу прощения. Команда СП – один балл. Команда Альфа – один балл. Кроме того, как я уже говорил, что сегодняшняя игра у нас не просто июньская игра. У нас игра посвящена памяти Александру Зинкевичу. И поэтому хотелось бы предпочтать слово Эльвире Шуваеве, которое, ну, буквально в нескольких фразах напомнило бы о нём, если можно. Спасибо. Спасибо. Используй вас, милая. Я хотела бы поблагодарить за то, что память о Александре, она как прожила по сегодняшний день. Спасибо, что вы помните. Спасибо хочу сказать каждому из вас, кто помнит его, кто чтит его память. Может быть, я не так несу эти традиции, те, которые он как бы в своё время задумал. Ну, то, что в моих силах, я стараюсь донести до каждого из вас, что у нас в городе, какие происходят события. 29 апреля и вспомнилась мая, и вспомнился, как его не стало. У нас ещё нет его памятника, мы стараемся сделать всё для того, чтобы у него осталась память от нас всех, от нашего города. Спасибо большое за то, что вы в этот день сегодня вместе со мной. Спасибо. Объявляются результаты за всю нашу сегодняшнюю игру. На шестом месте команда «Девчата» 9 баллов. На пятом месте две команды у нас, это команда «Засланцы» и команда «Альфа» по 11 баллов. На четвёртом месте команда «Нормаль» 12 баллов. «Нормаль» 12 баллов на «Нормаль» 12 баллов. На третьем месте «Да!» На третьем месте «Да!» 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 «Запога». «Да!» 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 Итак, на втором месте с количеством 17 баллов. Команда «Без разницы». Итак, на первом месте с количеством 21 баллов. Команда «Эспэр».